Проповедник Сегодня мы переходим к заключительному разделу наших лекций. Это проповедник, личность проповедника. И эпиграфом я взял текст, записанный 1 Тимофею, 4 глава, 12 стих. «Никто да не предупрегает юностью Твоею, но будь образцом доверных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Ну, в принципе, все здесь находящиеся фактически юноши, молодые проповедники, которые только стоят в начале своего служения. И мы поделим на три раздела личность проповедника. Первое, мы будем говорить о его духе, о его духовном отношении, позиции, понимании. Второе, мы будем говорить о его сердце, о его любви к людям и к Евангелию. И третье, мы будем говорить об уме проповедника. Мы уделим внимание образованию проповедника, о том, как проповедник должен заниматься образованием, исторические примеры, что читать и даже конкретные рекомендации друг другу. Посоветуем, какие книги были бы полезными для чтения проповеднику. Вот в таком порядке мы пойдем. И первое, это дух проповедника, его состояние, его сердце, святость, чистота в искушениях. Мы понимаем, что намного важнее построение проповеди и стиля проповедника. Стиль проповеди, личность проповедника. Вот и самые лучшие иллюстрации, самые красивые слова, понятные, короткие предложения, ясные или образный язык не принесет пользы, если проблема будет в самом проповеднике. С другой стороны, духовная жизнь проповедника, она представляет собой такое бесконечное поле для роста. И как можно усилить свою проповедь? Вот вы можете долго над ней работать, но один из вас как-то сказал, что ну все, вот дальше не знаю, что делать. Не могу дальше работать над проповедью, уже как бы дошел до предела работы. Но проповедь, тем не менее, можно усилить. Как? Работай над собой. И та же проповедь будет намного сильнее, если проповедник поработает над собой, если он духовно вырастет. И с теми же словами, те же материалы историко-культурного анализа, контекстуального окажут намного большее воздействие. Работа над собой. Вот развитие самого проповедника. Некий Баунс писал, молодых проповедникам научили прилагать все свои силы, отрабатывая форму, стиль и красоту проповеди, как механического продукта интеллекта. Таким образом, мы взрастили у людей порочные наклонности и внимание к таланту, а не благодати. Красноречию, а не благочестию. Репутации и блеску, а не святости. Потому проповедники теряют авторитет, а проповедь – силу. Изобретение сатаны – поверхностная проповедь, которую можно подготовить за несколько минут, или проповедь, которая не требует напряжения ума, силы, воли служителей. Но еще больше он препятствует подготовке проповедника. И он отвлекает вас от самого важного служения в мире или склоняет ко греху. Конечно, я думаю, что мы себя не считаем великими проповедниками. И, соответственно, мы, может быть, не переживаем такие искушения, как великие проповедники. Потому что наше имя известно не всем бесам, вероятно. И сатана не так яростно атакует нас, как апостола Павла или Билли Грэма, или Спержина он атаковал. Но в любом случае грех остается грехом. И нам тоже надо смотреть за собой. И враг всегда попадает на тех, кто стоит впереди. И если мы верим, что проповедь имеет свою силу, что через проповедь люди приходят к Богу, через проповедь они укрепляются в вере, мы можем быть уверены, что сатана будет противостоять проповеди и проповеднику. Вот если она приносит пользу, если она помогает людям расти, он будет противостоять этому. И обычно старые опытные братья говорят о том, что есть три главных ускушения для проповедника, вообще для любого брата. Это стандартный набор. Гордость, секс, деньги. То есть гордость, взаимоотношения с женщинами и взаимоотношения с богатством. Формы меняются, образы меняются, но остается то, что было и когда-то. Апостол Павел советовал Тимофею юношеских похотей, убегай. Сегодня, если бы апостол обращался к молодому проповеднику, он бы сказал, может быть, бегай порнографии, или не соблазнись грехом в интернете, или по видео, или не определяй место служения потенциальной зарплатой, молись об успехе других проповедников и так далее. Но суть остается одна и та же. Храни себя чистым, будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. И первое искушение проповедника – гордость. Ну, особенно, если проповедника заметили, знаете, особенно, если отметили его проповедь, если его хвалят, если ему предлагают заканчивать. Вот когда проповедник преисполняется такой уверенности в себе, может быть, он даже может отказаться говорить вначале, он говорит, ну, у меня проповедь длинная, у меня тема, у меня 20 минут, я не могу сказать вначале. Он начинает уже так о себе много думать, он уже не может проповедовать и говорить какую-то короткую проповедь, или говорить в маленьком собрании. Он говорит, у меня, ну, для утреннего собрания, когда все придут, как раз у меня такая тема, чтобы все услышали. Ну, а вечером, там, может быть, другие проповедники скажут. Вот. И таким образом входит в сердце гордость. Один молодой брат собирался произнести первую в своей жизни проповедь. И он так долго готовился, так напряженно, проделал так много работы, что был преисполнен сознанием собственной значительности. Вот. И он зашел на кафедру, на возвышенность, с такой уверенной поступью. Но когда он посмотрел на людей, вся его уверенность пропала, из головы вылетело все, что он готовил, и он униженный сошел вниз. И старый проповедник сказал ему, если бы ты поднимался на кафедру так, как спускался, то ты спускался бы так, как поднимался. Если бы ты восходил на кафедру в смирении, то ты бы потом с чувством исполненного долга, с дерзновением мог не сходить с кафедры. К счастью, Господь через неудачи или через других людей показывает нам, кто мы есть на самом деле. Вот. И я думаю, вы все испытывали какие-то проблемы или, может быть, даже неудовлетворение от проповеди. Сказали и чувствовали сами, что вы несовершенны. Что вы не все сказали, что могли, не то сказали. Вот. Иногда нас и хвалили, бывало. Но похвала и благодарность нам тоже нужны. Правда, в этом случае, когда нас хвалят, что мы делаем? Вот. Мы говорим, слава Богу. Спасибо, брат, сестра. Слава Богу. Мы воздаем славу Господу, потому что мы боимся уподобиться Ироду, который был изъеден червями. Помните, он не воздал славы Господу и был изъеден червями. Вот. Но мы принимаем похвалу. Не то, что не надо, не надо, брат, не за что. Спасибо. Слава Богу. Вот пусть Бог прославится и принимаем похвалу. Мудрые братья советуют, не верьте всему, что люди будут говорить о вашей проповеди. Будут такие люди, которые скажут, что вы самый великий проповедник, которого они когда-либо слышали, что у вас необычно великий потенциал. Будьте осторожны, потому что гордость может войти в сердце. С другой стороны, кто-то скажет вам, что вы никудышний проповедник, что с вас ничего не возьмешь, ничего не будет, вы плохой. И таким образом, если вы поверите этому, вы тоже потеряете уверенность. Я понимаю, если свидетельство церкви всей, и где-то все об этом говорят, или церковь сама видит, что у вас есть проблема, может быть у вас другой дар. Но если кто-то пытается вас смутить, вам надо тоже не терять уверенность. И не верить всему очень хорошему, и не верить слишком плохому. Чтобы не потерять уверенность в проповеди, чтобы провозглашать Слово Божие силой. Потому что Бог дает Слово силу. Ну, а если и нас благодарят, славят, мы возвращаем славу тому, кто дал нам способность свидетельствовать. Вот, и мы помним эти слова апостола Павла, что сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы слава была приписываема Богу. Мы помним Павла, который говорил, я насадил, Аполлос поливал. Но взрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий суть ничто. 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 Все Бог возвращающий. Гордость. Пухать плоти тоже одолевает многих служителей, даже не такие, как мы падали. Помните, самый сильный из людей. Кто? Самый крепкий. Не Шварценхер, Самсон. Самсон был крепче. Он упал. Помните, самый мудрый? Соломон. Тоже упал, не смог управить своими страстями. А хотя бы вспомним Давида. Уж кто был благочестивее Давида, если почитать его псалмы, его желание быть Богом. И он тоже впал и потерял урон. И Библия говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И может быть, так снаружи, если посмотреть, то немногие упали бы. Или мы сами там не чувствуем, что мы, может быть, падаем. Но на самом деле внутри то есть где-то проблемы. И мы чувствуем, и мы знаем самих себя. И мы оцениваем внутри. У нас есть где-то, может быть, было в сердце желание согрешить. Есть Брюс Уилкинсон, он говорит, хорошая у него есть лекция об искушениях. И он там предлагает определить коэффициент искушаемости. И вот он об этом пишет. Один из пунктов там, вот, а думали ли вы о грехе. Не просто там согрешили ли вы, или вы что-то сказали, а думали ли вы об этом. Это уже один из пунктов, который повышает ваш коэффициент искушаемости. И Христос говорит, чтобы сохранить себя чистым, что нужно делать. А проповеднику это особенно важно. Совершить духовные увечья. Помните, да? Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его от себя. Лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Если правая рука соблазняет тебя, цеки, брось от себя. Лучше, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. И, по сути, Христос говорит здесь, что нужно удалить из жизни некоторые вещи, которые являются или могут быть источником искушения. Скажем, интернет. Однажды к нам пришел один студент и попросил, отключите меня от интернета. Ну, там каждый под своим паролем заходил. У нас был вход в семена. И он уже понял, что не может с собой справиться. Мы-то могли все проконтролировать через сервер. Там все эти, ну, это большая работа. Куда, какие адреса, кто, где входил. Вот, но он это понял. Мы как-то поговорили с студентами, он понял. И мы его на время отключили от интернета. Я не помню, сколько там месяцев было. Ну, наверное, потом он духовно вырос, потому что через где-то несколько месяцев попросил его включить. Вот, и он уже смог управлять собой. Вот, а если вы не можете управлять собой, если вас что-то отвлекает, или какие-то компьютерные игры. Вот, я помню, когда только начинались игры, вот, компьютеры. И простые самые были, типа, Тетриса, там, мелькающие, другое. Они даже меня отвлекали. Я как-то не мог. Все, ну, 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 да, поиграю минут 10 перед тем, как работать. Потом падают перед глазами эти квадратики, падают. Потом все удалил, что можно. Спокойно зажил, как человек, ничего. Сейчас меня-то не интересует. Сейчас я их не ставлю, не удаляю, просто не обращаю внимания. Мне это не интересно. Вот, но если бывают искушения, то самое лучшее не смотреть того, что не нужно смотреть. Или не читать, или удалить какую-то программу. Вот, или удалить, там, не брать, не смотреть какой-то фильм. Самое лучшее, что можно сделать, удалить. А я думаю, для проповедников особенно важно не загромождать себя такой ненужной информацией, особенно греховной. Потому что оно все где-то остается в сердце. Где-то в памяти человека остается. И оно в какой-то момент может проявиться. Вот поэтому, ну, лучше не опошлять свой ум, свое сердце. Вот если мы где-то слышим. Сейчас настолько вот эта граница размыта, вы знаете. Фильмы, ну, нормального фильма почти нет, чтобы без этого, там, без греха где-то. Вот, и мы так и начинаем привыкать, свыкаться с этим. Вот, и здесь важно проповеднику сразу поставить вот какую-то границу. У нас тоже, я думаю, что здесь вот момент интересный, подмену делать одного-другого. У нас сестра одна вот курсы брала наши, как бы, это самое. Она говорит, я раньше сериалы смотрел, а теперь ваши курсы смотрю. Говорит, хорошо подменить чем-то хорошим. Хорошим. Если что-то интересное, вместо плохого взять что-то хорошее. И сразу почувствовать, человек вот после просмотра фильма, вот мы говорили, и он чувствует себя, душу, душа его пустая, не насытилась, не насытилась, а просмотрел хороший курс, какая-то есть полнота в душе, какая-то радость, какое-то чувство удовлетворенности. Вот, поэтому я, например, чтобы бороться с искушением, просто, ну, дома телевизора не имею, мы решили с женой, нам не нужен, потому что времени нет смотреть, ну, она занята, занята, дети, учеба, работа, просто его нельзя, не берем и все. И там очень просто бороться с этим искушением. Правда, сейчас компьютеры, диски и так далее. Вот, но главное то, что когда занят другим делом важным, хорошим делом, как говорил Неемия, вот у меня важное дело, я не могу сойти. Вот, и когда мы занимаемся и заняты серьезным важным делом, нам будет не до этого. Мы сами поймем, насколько все это мелко, вот, призрачно и не нужно. Вот, и на самом деле, да. И даже если мы смотрим с целью, если мы знаем, что это плохо, и мы смотрим с целью, а, оценить, вот, это может тоже оставить на нас след. Вот, греховные какие-то образы, символы, они там столько искусственно сделаны, чтобы где-то оставить какой-то след в нашей памяти. Вот, если мы изучаем, скажем, эту грязь, ну, просто невозможно не замазать руки хотя бы. Невозможно, как бы мы там ни старались, но если мы работаем с грязью, это у нас останется. Но если мы знаем, что это нехорошо, нет нужды. Лучше остаться, ну, узколобым, так сказать. Пусть нас обвинят в том, что у нас кругозор не очень широкий, но это лучше, чем с чего-то ненужного взять. Да? Просто вот, мы вчера говорили, ну, мы говорили о рассылках, об интернетовских, об таких. Ко мне рассылки приходят, и там эпиграфом идет, по-моему, Иисус Рул, я не помню, какая рассылка конкретно, но эпиграфом идет, что у проповедника должна быть Библия в одной руке, а свежая газета в другой руке. Это еще слова приписывают то ли Барту, Большому Богослову Великому 20-го столетия. Я об этом тоже хотел позже говорить, но это говорит о том, что проповедник должен быть знаком с миром, и знаком с... Мы говорили, помните, чтобы провести связь между тем миром и этим. Вот. Но я все меньше и меньше, вот со своей стороны лично мое отношение, раньше я тоже больше внимания уделял газетам, сейчас я все меньше и меньше этому меня не уделяю. Настолько пустое. Я не знаю, может, во времена Барта были другие газеты. Я знаю, есть некоторые газеты хорошие, там, в Англии, такие серьезно выпускаются, как Guardian, Times или Меркистер, солидные газеты. Я не знаю, есть ли в России солидные газеты. Ну, аргументы и факты. Аргументы и факты, ну, так, более-менее, да. Ну, просто вопрос такого характера. Приходится сталкиваться все равно. Если весь народ смотрит какой-то фильм, Титаник, проповеднику в любом случае придется где-то с какой-то кафедры обличать или делать какой-то на него. Вот есть еще какой-нибудь такой совершенно известный, который все люди знают, и насколько, где вот найти эту границу, где проповеднику приходится изучать всеобщеизвестный, там, Кот да Винчи, допустим. Все о нем говорят, надо, приходится его просмотреть. Или нужно. Как вот эту грань найти? Что, чего, сколько смотреть из всего, там, как сказать, чтобы можно было обличать? Или выбирать самое известное, или что? Как вот лучше? Трудно сказать. Ну, я думаю, что у некоторых есть бремя такое. Вот мне понравился, как-то был такой список литературы в Совет о церквей. Я посмотрел, когда-то они выпустили своего рода индекс таких книг. Там написана, например, книга, там Клайв Льюис, просто христианство, уже учение. Вот, и они определяют книги, как что. Над некоторыми книгами написано, для служителей, для служителей. То есть, есть такая книга, которую они считают простому члену церкви, пользу она не принесет, его запутает, может быть, или в искушение ведет. А вот служитель сможет прочитать эту книгу, и может быть другим объяснить, насколько это вредно. Вот поэтому где-то здесь иногда нам приходится, может быть, что-то читать, то, что не надо было бы читать. Ну, что мы предпочли бы не заниматься. Например, я знаю брата Бориса Зудермана, который написал книгу «Оккультизм. Взгляд под маской». И он говорил, насколько это большая борьба этой темой заниматься. Он в своей жизни много очень претерпел. Может быть, это тоже связано с этой темой. У нее дочь погибла, вторая дочь недавно в аварию попала. Он сам, недавно операция была тоже тяжелая ситуация в жизни самой. Может быть, это связано с тем, что он этой темой занимается. И он говорит, не очень тяжело от того, что приходится заниматься этой темой. Тяжелая тема «Оккультизм». Но он написал хорошую книгу, которая помогла другим людям. И он вынужден этим заниматься. Поэтому иногда нам, наверное, приходится что-то посмотреть и сделать то, что нам, по сути дела, не надо было, чтобы объяснить другим. Тот же Кот да Винчи. Но, впрочем, Кот да Винчи кто-то еще посмотрел до нас там в Америке. Написали книгу, брошюрки хорошие есть. Мы можем уже воспользоваться материалом других людей, которые просмотрели. Вот Библийский радиокласс, скажем, выпустил такую брошюрку Кот да Винчи, в которой они объясняют, разоблачают. Даже видео сделали и такое тоже по Кот да Винчи. Поэтому, если кто-то успел до нас сделать, слава Богу, мы можем воспользоваться их трудом, и нам уже не придется это просматривать. А если мы знаем, что это не очень хорошо, греховно, если мы знаем, скажем, артистов, которые там задействованы, и мы знаем их жизнь, и люди знают, то, по сути, может, и не стоит этого смотреть. Это уже известно, что в этом ничего хорошего нет. Но у нас есть такое бремя, да, иногда, может быть, но вот в отношении газет, современных журналов, я скажу, что, может быть, уровень слишком понизился, не знаю, может быть, во времена Барта были солидные газеты. Но, по большей части, вы мало что найдете для проповеди. Мало чего. Я сам иногда просматриваю, когда в дорогу куда-то особенно уезжаю, я так не читаю газеты, в последнее время даже новости так почти не смотрю, там, по интернету и так далее, но иногда в дорогу возьму, но я лишний раз убеждаюсь обычно после просмотра газет, что смотреть нечего. Вот просмотрю, так возьму две-три газеты в дорогу, аргументы и факты те же, да, потом просмотрел, ну опять нечего смотреть. Опять, по сути дела, одной тоже. Звезда вот сошла, звезда закатилась, там доллар поднялся, доллар упал, и одной тоже из номера в номер. Вот, мало чему учишься. То есть много не надо времени просто просмотреть, вот так пролистать, и этого уже достаточно, чтобы увидеть, что происходит в отношении литературы. Увлечение богатством, корень всех зол в сребролюбии, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ну, я говорил, что у нас может быть меньше искушений, поскольку у нас еще не настолько служение связано с зарплатой. Ну, где-то уже так связано, иногда отождествляется работа, служение, вот, но, не знаю, у нас еще не пришло такое время, чтобы там, может быть, может быть, у кого-то бывало, там, звонили бы с церкви, и предложили, там, приди в нашу церковь проповедуйте, и столько заплатим, другую, там, приходи в ту заплатим. У нас еще такого, ну, я думаю, нет, по большей части. Вот, я знаю, вот, я говорил, что у нас единственная церковь, я знаю, которые платят, там, ну, дают деньги на Макдональдс после проповеди, в знак благодарности. Ну, это зарплаты не назовешь, по сути дела. Сколько приходится работать над проповедью, и намного больше, чем обед в Макдональдсе. Согласитесь. Интересный пример. Один юрист хотел обвинить муди и сэнки в том, что они наживаются на своих собраниях. Ну, знаете, в евангелистах сборы большие, там, они собирали раньше, люди жертвовали, богослужения проходят, потом большие пожертвования на евангелиционную деятельность. И он просмотрел бумаги все, решил посмотреть, ну, как они ведут финансовые дела. И он просмотрел все и говорит потом своему поверенному, я забираю назад свое обвинение в мошенничестве, но вместо этого я скажу, эти проклятые дураки не способны удержать в руках деньги. Он наоборот сказал, я не понимаю, столько денег течет через их руки, бесконтрольно фактически, можно столько денег набрать. Амуди казалось немыслимым, как это можно разбогатеть на служение, как можно взять что-то вот тайно, или не отметить где-то. Вот этим, кстати, вот такой же финансовой честностью всегда отличался... Возьмешь тайно, получишь явно. Ну, получишь явно. Билли Грэм отличается той же финансовой честностью. Он сразу положил в сердце, там, не иметь дело с деньгами. Есть люди, которые деньгами занимаются, он получает зарплату, все, это не его. Вот, и это благословение, это благословение в служении. А вы знаете, сколько известных проповедников на богатстве богорело, если вот мы читаем, слышим, о каких-то великих там западных проповедниках. Лень, средущее искушение. Ну, лень в чем может проявляться? Если, например, проповедник редко проповедует. Он может так, ну, мало готовиться, перестать готовиться. Вот, нет стимула для проповеди. Или проповедник скажет, ну, Евангелие это простая весть. Юродство проповеди, зачем же еще готовиться? Вот, и здесь может быть проблема в проповеди, в изложении проповедника. Лень может быть связана с заимствованием чужих проповедей. Вот, как нас и говорит один брат, на Святого Духа нет авторских прав. Вот, поэтому все можно брать, что кто другой сказал, передавать это и проповедовать. И я думаю, что мы можем брать мысли других проповедников. Да, мы же берем, вы рассказывали сами, слушаете, берете что-то, используем примеры из других проповедей. Может быть, есть такая книга, скажем, 200 планов проповедей кто-то подготовил. Вот, Гарс Гайслер, по-моему, автор, красная такая книга, красно-оранжевая. Он нам говорил эти проповеди? Нет, он просто приготовил планы проповеди для желающих. Я так посмотрел, но очень трудно, на сердце они ляжут, трудно использовать чужой план проповеди. Но они используют для того, чтобы помочь. Я думаю, что мы можем использовать, но полное использование чужой проповеди, ну, думаю, недопустимо. Мне сестра как-то жаловалась на брата, в их церкви проповедует, говорит, ну, видно интернетные проповеди. С интернета просто берет и все. Ну, сейчас же интернет, вы говорите, щелк, тема какая-то очередная. Раз, скачал проповедь. Или прослушал и сказал. Но люди-то чувствуют, что это не ваше. Это не ваша проповедь. Вот она не может произвести действие такое. Самое простое от сердца больше скажет, нежели умная, там, красивая проповедь спержена. Хотя иногда, конечно, думаешь в церквах, может быть, пусть лучше бы говорили и спержена, чем в своих некоторых моментах, когда послушаешь. Кажется, пусть бы лучше прочитали чьи-то проповеди. Раньше были такие, часто традиция такая была развита. И сейчас в некоторых центральных церквах делают, перед собранием читают, скажем, братский вестник и проповеди. Какие-то известные проповедники, статьи духовные. Ну, может быть, таким образом можно это сделать. Вот я вчера читать книгу начал, которую я взял у Андрея. Там спержен сам говорит, что когда он не мог проповедовать по болезни, что он готовил проповедь, отдавал людям, и они проповедовали его проповеди. Значит, можно так делать? Да, я знаю людей, которые берут в нас, например, есть вот «Кренистая життя» выходит журнал у нас, они берут там где-то в деревне. Вот взяли, ну и там прочитали, сказали, и это больше благословение иногда, чем их проповедь. Но проповедь должна пройти через сердце. Кстати, интересный пример один, как спержен получил благословение большое. Спержен однажды так чувствовал неуверенность в спасении. Он так, его борение было такое, он опять начал бороться с собой, с Богом. Вот и он решил сходить в одну церковь, маленькую где-то деревенскую церковь, просто отдохнуть душой, духом. И он пошел в ту церковь, так послушал проповеди, и так ободрился сильно. Вот и потом подошел к пастору, говорит, спасибо большое за вашу проповедь. Говорит, я так ободрился. А пастор говорит, а кто вы? Кто такой? Он говорит, ну я Спержен. Он говорит, ох, извините, я же вашу проповедь читал. Я считал вашу проповедь. И Спержен получил очень большое благословение, рассказывает он, от своей проповеди. Вот от того, что кто-то от сердца произнес его проповедь. Ну так что Бог может делать по-всякому, но это не оправдывает нашу лень. Ну и последнее угождение слушателям. Вот еще одна из проблем, связанных с служением проповедника, угождение слушателей. Стремление, скажем, избегать неудобных отрывков. Вы знаете, какая-то есть проблема, допустим, в церкви. Там наши родственники замешаны. Ну, мы не будем об этом читать. Есть старая шутка о церкви, которая искала пастора. И вот так гласила объявление, церковь сделала. Церкви нужен молодой пастор с мудростью старца, который посещал бы всех прихожан, и к которому всегда можно было бы прийти и поговорить. И последнее интересное было следующее требование. Он должен изъяснять Слово Божие без страха и смело говорить нам именно то, что мы хотели бы услышать. Вот, это пожелание церкви. Смело говорить то, что мы хотим слушать, чтобы нам было приятно, интересно, и мы были довольны. А если заменить слово хотели бы на слово необходимо услышать? Что необходимо, это было бы уже да. Они всегда люди хотят то, что им необходимо. Они хотят, может быть, что-то приятное, хорошее, радостное, уверенность в спасении, и достаточно. Поэтому угождение слушателям, верность Слову Божию. Особенно в этом помогает, мы говорили, помните, о сериях проповедей. Вот когда серию пошел на какой-то текст, там уже не пропустишь отрывок. И там уже нужно тогда все сказать, можно все сказать, что думаешь, что Господь положит на сердце, и обличить, в том числе обличить даже богатых членов церкви, которые много жертвуют. Может быть, они тоже что-то неправильно делают, надо иногда обличать. И бедных надо обличать тоже. Быть беспристрастным. Сколько раз я в жизни сталкивался, обличать это, конечно, всегда очень тяжело. Близкий ли тебе человек, или далекий. Ну, далекого, будем говорить, попроще, наверное, да? Особенно если он где-то там, далеко-далеко. Я имею в виду, если это не твой друг, не твой близкий брат, с которым ты служишь, трудишься, работаешь, да? Ну, член церкви, да? Обличить, в принципе, проще, чем близкого брата, друга, или ты с китаусским целнями общаешься. Но я знаю одно, что, насколько бы трудно это не было, практически всегда, ну, очень часто, очень-очень часто, потом люди все равно говорят спасибо. Если это действительно духовные люди, христиане, там где-то в притчах есть, не обличай кощунника, не обличай глупого, обличай мудрого. Глупого и обличать не надо, не стоит. Надо иметь мудрость, не обличать его. А мудрого человека не то, что не стоит. Ты обязан, посвященному Писанию, должен. И вот этот страх, он ложный. И помните, мы еще говорили о психологической последовательности в проповеди. То есть мы не только вскрываем раму, мы мажем ее маслом. Мы показываем, в чем грех, но мы же показываем, что лучше, где лучший выход, что нужно делать, как исправить ситуацию. Вот и очень хорошее замечание, да, люди будут благодарны. Благодарят. Если, нежели мы будем просто гладить по головке и говорить в общем добрые, приятные фразы всех. Это очень справедливо, да. Победа через молитву и пребывание в слове. Я знаю, у вас был курс целый, молитва. Вот я, много вы говорили о слове. Я только несколько слов хочу сказать буквально, вот, коротко о важности для проповедника. Еще раз напомнить вам, вот, как проповедник побеждает себя, побеждает мир и побеждает проблемы. Вот, проповедника хорошая, упорядоченная духовная мысль. Мне очень нравится говорить на тему духовной дисциплины, и об этом стоило бы, наверное, долго говорить, я даже серию бесед готовил, о важности дисциплинированного тела проповедника. Вот дисциплинирование даже, ну, такого простого, как дисциплина, там, ложиться спать вовремя, вставать вовремя, насколько это возможно. Вот дисциплина, там, простоты, простоты в жизни проповедника, стремления. Дисциплина уединения, пребывания в уединении, дисциплина чтения Библии, молитвы, вот, и так далее, и так далее. У проповедника должна быть дисциплина. И вот великие проповедники этим отличались, скажем, тот же Весли, он говорил и придавал такие, большое значение даже таким вещам, как постоянные занятия на свежем воздухе и проветривание. Даже простая вещь, но дисциплина должна быть. Регулярно ли вы совершаете какие-то физические упражнения? Что-то нужно делать? Хоть как-то двигаться где-то, насколько это возможно? Вот важно для тела, для здоровья вашего тела. Здоровый ночной сон, пишет Весли. Мою способность уснуть, если я устал в любое время, но это не всякий может. Подъем в 4 часа утра неизменен в течение 60 лет. Весли вставал каждый день в 4 утра. Правда, он ложился в 10. В 10 ложился, обычно в 4 вставал. И так далее. Но жизнь его была упорядочена. График может отличаться наш, но важно то, что жизнь проповедника должна отличаться упорядоченностью. Порядок в его семейных отношениях, порядок подготовки проповедей. Вот вы регулярно собираете тот же сбор материала. Регулярно, упорядоченно собираете материал. Чтение Библии регулярно, упорядоченно и так далее. Дисциплина тела, дисциплина сна, питание, даже питание. Должна быть какая-то дисциплина, умеренность. Это, как говорят православные отцы, гастрономический пост. То есть никогда не наедаться слишком много, чтобы как-то контролировать свое тело. В самых простых потребностях контролировать свое тело. В одежде, в питании, в движении, в сне и так далее. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Объясняет Павел. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, мы для нетленного. Потому апостол Павел говорит, я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, саму не остаться недостойным. Мне нравится сравнение здесь, как один брат наш привел. Он говорит, в контраст. Я свое тело не балую. Прихожу домой, швыряю на диван, пусть валяется. Такое отношение к своему телу. И вот сравните, как делал апостол Павел. Усмиряю и порабощаю тело мое. Вот что я делаю с моим телом. Как я его дисциплинирую. Как я управляю им. И из духовных дисциплин, конечно, самое важное, это духовная дисциплина молитвы и чтения Слова Божия. Молитва и Слова Божия. Проповедник постоянно пребывает в молитве. И мы напомним примеры Спержина, Финея, Муди, многих других проповедников. Интересно, Спержин перед собранием настолько молился, пребывал в молитве, что иногда он просто не мог, казалось бы, стать в колен. И дьяконы чуть ли не силой его выводили. Он пребывал в молитве. Спержин критиковал тех служителей, которые стояли и встречали с улыбкой своих членов церкви при входе в церковь, при входе в здание дома молитвы. А потом, выходя, опять стояли и пожимали им руки. Сейчас такое бычье есть. Спержин считал, что нужно молиться перед собранием, чтобы Бог благословил проповедь. После собрания надо оплакивать недостатки и просить, чтобы Бог благословил проповедь. Но я понимаю, с другой стороны, не стал бы критиковать и служителей, которые так делают. Потому что иногда воскресенье единственный день и возможность встретить кого-либо из членов церкви, особенно после утреннего собрания. Иногда, наоборот, служитель старается побыстрее, где-то поближе к двери подойти, чтобы не убежал какой-то член церкви, которому надо пару слов сказать как-то и обличить его. Вот поэтому это тоже момент такой серьезный. Ну, молиться можно и позже. Вопрос просто в том, чтобы молиться до того или после того, но молиться, да? А если, допустим, новые люди приходят в церковь, и же должен кто-то встречать? Конечно, конечно. И это же должен быть служитель, мне кажется. Ну, я не знаю, зависит от церкви. Если большая церковь, скажем, у нас есть распорядители, и там совсем не обязательно мне стоять, или другим. Есть братья, которые лучше меня это делают. Я проповедую, а зато они очень красиво могут встретить людей, посадить, объяснить им. Они так красиво одеваются, культурно обычно, они себе таблички еще здесь напишут, какие-то распорядители. Поэтому, слава Богу, есть дары у людей, у каждого свои дары. И многие люди могут сделать лучше то, что мы можем проповедовать, будем проповедовать. Они встречают, пусть встречают. Ну, вопрос в том, вообще, чтобы молиться. Билли Грэм говорит о себе, что, говорит, я научился молиться непрестанно. Он говорит, постоянно так пребывать в состоянии духа молитвенного. Молиться, обращаться к Богу. Иду ли я, сажусь ли, отдыхаю ли постоянно. Вот и мы можем вспомнить примеры Иисуса, вот примеры других проповедников. Вот примеры из Библии. И особенно обращаем внимание, конечно, на молитву, на утренние часы с Богом. Что Брюсу Вилкерсон сказал, нет, это ему сказал духовный наставник, Брюсу Вилкерсону. До тех пор, пока ты не перестанешь оправдывать свою лень и не начнешь подниматься на рассвете, ты не познаешь Христа, как бы ты к этому не стремился. То есть, ну, как бы, конечно, нам иногда легче вечером, может быть, почитать, помолиться. Хотя, знаете, вечером тоже усталость, что часто это бывает малоэффективным. Вот часто молитва уже не столь эффективна от нашей усталости в течение дня. Поэтому, чтобы не говорили о утреннее пребывание в молитве, утреннее пребывание в слове, ну, оно остается довольно важным. Вот, хотя закона нет, но лучше упорядочить, лучше иметь какой-то порядок, с этого начинать. Если мы день начинаем чтение Библии и молитвы, ну, согласитесь, все-таки намного более богатый день, лучший. И сердце наше готово, дух наш готов, ум наш готов, мы встретим людей как-то по иному мыслим, мышление у нас другое. Молитва и слово, молитва и пребывание в слове, как это делали апостолы. Помните, я уже цитировал слова Сперджина о Буньяне. Прочтите любое его Буньяна произведение, и вам покажется, что вы прочитали саму Библию. Он изучал Писание, пока все его существо буквально не пропиталось им. Уколите его где хотите, и вы обнаружите, что его кровь библейская. Сама суть Библии течет из него. Он не может не говорить, не цитируя Писание, ибо душа его переполнена Словом Божиим. Так Буньян сам говорил, я всегда с Библией, то ли читаю ее, то ли размышляю о ее истинах. Моя библиотека, Библия и словарь. Духовная пища хорошая. Вот если бы мы действительно поняли это и уделяли больше внимания, то у нас меньше бы вопросов возникало относительно средств массовой информации, или телевидения, фильма и многого другого, что отнимает время и чувства наших соотечественников и людей вокруг нас. Вот если бы мы этим занимались. Иван Степанович Проханов, один из наших духовных отцов, он тоже приучал проповедников в такой постоянной углубленной работе над Писанием. И он говорил, если проповедник хочет быть плодотворным, то он должен отказаться от всякой поверхностности. Он должен готовиться к проповеди основательно, изучать слово основательно. И если он еще на мели, то он должен услышать повеление учителя. Отплыви на глубину. Здесь аллегоризация такая. Отплыви на глубину. То есть углубь все в Писании. Мы говорили о том, что предел какой-то достигнут в изучении. Ну скажем, поработал 3-4 часа, ну вроде смысла нет дальше работать. Ну уже все, что можно, вроде понял. Но на самом деле глубина Писания такая, что мы просто не научились, может быть, долго работать. Мы просто не понимаем, что значит углубляться. Вот можно было бы, наверное, больше и больше работать. Еще раз, скажем, перечитать книгу Библии всю, чтобы в контексте понять эту проповедь, о чем мы будем говорить. Какие-то другие отрывки, параллельные тексты и так далее, и так далее. Работать и работать и работать. Отплыви на глубину. Углубляться в Писание. Вот, и этим отличаются многие хорошие, великие проповедники. Помните, мы вспоминали, вот опять же того Билли Грэма, он сам рассказывает о себе, как он постоянно читает Библию. Всегда лежит открыто и говорит, прохожу ли я, вот где-то на столике там тоже готовлюсь. Вот возьму и прочитаю. Просто вот, проходя мимо, взял и прочитал псалом какой-то, несколько стихов из Библии. Вот, молится, читает параллельно, в разных переводах читает, как мы сейчас тоже начинаем, в разные переводы, это тоже освежает. Вот, я тоже в последнее время, хотя, в последнее время читал в разных переводах, хотя, конечно, лучше хорошо знать Библию в одном переводе, для проповедника удобно, удобнее находить какие-то тексты, но время от времени прочитывать нужно. Вот, я и на белорусском прочитывал Библию, там, на английском, на разных русских переводах, вот, хотя, опять же, возвращаюсь постоянно к одному переводу, с которым постоянно работаешь, это удобнее, лучше. Джон МакАртур говорит, ну, не знаю, что проводит 30 часов в неделю в изучении Библии. Ну, мне сложно представить, я не знаю, как это он делает, потому что он и пастор церкви, 10 тысяч человек, и там всех столько встретить людей надо, попрощаться. Там, правда, много выходов у него в церкви, в здании дома молитвы, даже не станешь у всех, не проводишь. Он и ректор, президент семинарии, и президент колледжа, и многое другое, вот, и при этом где-то находит 30 часов, я не знаю, где он их берет, это время для изучения Библии. Но, по крайней мере, ну, Бог благословляет служение, сколько книг выпущено, там, кассет, проповедей, материалов для помощи других проповедников. Вот, но это то, что мы должны делать. Вот, и я думаю, у каждого из вас своя система изучения Библии. Вот, о системах не спорим. Кто-то начинает читать, я знаю, нас один брат, он говорит, первые главы всех книг Библии, потом вторые главы всех книг. Ну, у каждого свои есть какие-то подходы к изучению Библии, к чтению Библии. Да, у каждого может быть свои. Но единственное, что мы всегда должны помнить, какой бы ни была наша система... Да, по буквам. При всех системах, при разнице систем, есть пару таких основополагающих моментов. Читать нужно каждый день, должна быть система в чтении Библии, читать нужно всю Библию, и читать нужно внимательно Библию. Какой бы системой мы не пользовались, читать нужно постоянно, читать нужно систематически, в каком-то порядке, и читать надо всю Библию, а не отдельно ее части. Вот это в любом случае остается. Поэтому мы должны себя проверять. Пусть Господь благословит вас, братья дорогие, в чтении Библии и в проповеди Евангелия. Следующий подраздел. Сердце проповедника. Сердце проповедника. И здесь два пункта я бы выделил. Первый – это любовь к людям. Второй – любовь к проповеди Евангелия. Вот мы понимаем, что образования недостаточно, красноречия недостаточно. Должно быть сердце преисполнено любовью к людям. Помните, апостол Павел говорил? Так и мы. Из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие наше, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Вот в другом тексте он пишет, от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими стезами. Не для того, чтобы огорчить вас. Вот как он обличал. Александр говорил об обличении. Не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам. Если мы с любовью обличаем, это благословение. Мартин Ллойд Джонс писал. Одно дело любить проповедовать, другое любить тех, кому мы проповедуем. То есть могут быть разные причины для проповеди. Апостол Павел говорит по любопрению, например, или чтобы доставить неудовольствие другим проповедникам. Или по гордости, желанием похвалиться процентов обратившихся и так далее. Что это без любви? И апостол Павел говорил о том, что он желал быть сам отлученным от братьев своих родных ему по плоти ради любви. Вот мы можем вспомнить историю, примеры проповедникам. Вот очень полезно, мы будем говорить позже, читать биографии. Одно из лучших книг, которые вы можете читать, биографии хороших людей. Настолько вдохновляют и помогают. Биографии тех же проповедников. С Пержина есть биография, написана, знаете, да. Вот Муди, недавно была написана, Джон Поллок переведена на русский язык. Очень хорошая биография. Других проповедников. Как они это делали? Вот Джордж Уайтфильд редко мог проповедовать без слез. И он говорил, вы обвиняете меня за слезы, плачь, но как я могу делать иначе, если вы не плачете о себе? Когда ваши души на краю погибели. Может это последняя проповедь в вашей жизни, и никогда ее уже, вас никогда не будет возможности принять в Христа. Муди так же делал, он никогда не говорил о потерянных грешниках без слез. Он говорил, что понимал так, что Бог посадил его в шлюпку, и он говорит, спасти как можно больше людей. Вот в этой шлюпке, в этой лодке как можно больше людей. Возьми их к себе. И он любил, и он так делал, спасал. Мы можем вспомнить Иеремию. Вот помните, чему стоило, или чего стоило служение для Иеремии? Да. Вот вы сейчас говорили, кто-то из проповедников, это он плакал за кафедрой? Ну, не всегда за кафедрой, и в разных тематиках, разные темы были. Вот Уайтфильд, например, его даже обвиняли, говорили за то, что, зато обвиняли в том, что он иногда со слезами говорил за кафедрой, когда он убеждал людей покаяться. Что говорил Спеджин, должно быть огонь и должен быть свет в ваших проповедях, должны быть эмоции и должна быть какая-то мысль, идея. Но не перешли. И если они в гармонии в какой-то момент, то я думаю, если это естественное выражение сердца проповедника, то это и может быть иногда. Я знаю проповедник одного, который выходит и постоянно не может не проследиться за кафедрой. Хотя то, о чем он говорит, совершенно не обязательно в данном случае даже плакать, строго говоря, по его теме. Но он настолько с чувственностью такой, это не то, о чем мы говорим здесь. Это случай, когда человек настолько был одержимым желанием спасать, настолько он переживал за людей, которым проповедовал, что это отражалось, не могло не отразиться на его слезах. Вот они просто сентиментальные проповеди. Я понял, понял. Бывает сентиментальность, вот эти слезы, плач, которые просто истину, как вы говорите, истину все закрыли, слезами покрыли, ничего не видно. Но когда человек действительно в сердце это несет, это бремя, он просто не мог без слезы. Я не говорю, что он там пракал на взрыв, стоял за кафедрой и плакал. Но действительно без слез бывали случаи, он просто не мог говорить, когда он видел, люди погибают. И он настолько себе ясно представлял, что эти люди, вот завтра они могут пойти в ад. Они могут не пережить эту ночь, они уйдут, не покаются. Вот настолько сильным было это чувство его, что он просто не мог спокойно говорить. Он не мог просто радостно возвещать. Христос спасет вас, приходите. Он плакал за них. Вот такие случаи. И его проповеди действительно были сильными, понимали. Хотя тоже кто-то обличал и так далее. То есть вопрос здесь не сентиментальность, это правильно. Если это чистая сентиментальность, проповедника склад такой чувств, что он просто не может без слез там. Слушайте, это совсем другое дело. Но когда это исходит из сердца, это совсем другое дело. То есть видно, что любовь. Ну любовь проявляется не только в слезах, вообще в расположении. Даже мы говорили во внешнем виде. Помните, когда вы смотрите людям в глаза, когда проповедуете, они чувствуют, что вы их любите. Чем больше вы смотрите им в глаза, тем вы ближе к ним. Тяжело смотреть в глаза. Тяжело смотреть, да. Сосредоточение в руку. Не останавливаясь на одном, мы смотрим так вот. Не то, что мы смотрим на одного человека, но заглядываем людям, как бы в душу заглядываем. Таким образом, да? Вопрос. Слезы понятно. А вот насколько уместен юмор в проповеди? Мы даже не коснулись этого вопроса. Вот кто-то из проповедников говорил, обличали. То ли спережно как-то раз обличали, или кого-то из них. И он говорит, что, ну если бы я сказал, вы меня обличаете, говорит, за вот этот юмор. Говорит, если бы я наоборот не сказал многого. Если бы я сказал все, что я думал, вот смешного, это было бы намного еще больше. Но говорит, пусть люди лучше посмеются, чем уснут. То есть вопрос в том, первое, что самое главное, связано ли это с проповедью. Или мы просто рассказываем так, чтобы повеселить, чтобы наши шутки, скажем, были связаны. Во-вторых, они должны быть уместными и благородными. В некоторых церквах, скажем, ну я знаю, в церквах, было в некоторых эмигрантских церквах в Америке, там очень серьезные верующие. Вот, и там даже так сложно какую-то шутку расскажешь, и не понимаешь. Или тебя поняли, не поняли, молчат, все серьезно смотрят. В какой контексте можно это рассказать? Некоторые церкви очень быстро понимают. В некоторые заедешь, молодую церковь, говоришь, проповедуешь. То есть должно быть уместным это. Потом шутка не должна быть рассказана для шутки. Только для того, чтобы пошутить. Она должна соответствовать. Или, не шутка, я не сказал бы даже шутка, в жизни есть смешные вещи. Вы рассказываете обычные жизненные истории, а иногда жизненные истории смешные. И вы их рассказываете, тут невозможно не засмеяться. И плюс этого в том, что смех разрушает барьеры между проповедником и слушателями. Вот когда проповедник сказал красивую, уместную, пример из жизни, он смешной может быть, веселый, и если люди засмеялись, значит они уже пустили вас в свое сердце, они уже приняли вас. Если человек строго сидит, он тебя не принимает. Нет, ты что-то не говоришь, у меня своя реакция, я не буду реагировать на твои слова. Видно, что не разбит этот барьер между вами. Вот поэтому иногда хороший, такой здоровый, хороший, уместный, соответствующий теме юмор, вот, может привести, но его не должно быть слишком много. Понятно, если там смех, смех. Я был в одной церкви, его называли церковью веселых баптистов, вот это, в Калининграде. И мне такое впечатление сложилось, что там проповедники соревнуются, кто больше рассмешит слушателей. А, у меня там проповеди пять раз посмеялись, хорошо, у меня там восемь, десять раз. Ну это ненормально. В конце концов, проповедь, ну не для того мы собрались, чтобы смеяться. Но проповедь наша отражает жизнь в определенной степени, а жизнь бывает смешной. Ирония какая-то может быть. Такие примеры интересные. Я слышал три критерия определения здоровой и нездоровой церкви. И если в церкви нет слез, если в церкви нет смеха, если в церкви не меняются люди, это церковь с определенными проблемами. Кристиан Шварц, естественный Росцеркви, об этом говорит. Вот у него один из критериев церкви, смеются ли, могут ли люди вместе посмеяться. Если они вместе могут посмеяться, это семья. Они понимают, они открыты друг к другу. Это хорошая идея, они открыты друг к другу. Поэтому в жизни нашей есть место смеху, есть место печали. Во время радости мы радуемся печали, мы плачем вместе, радуемся с радущими и так далее. Просто мы понимаем, что проповедь это не то место, скажем, где призвано веселить, как Петросян или Жванецкий, это не наша задача. Но жизнь бывает такой. Поэтому юмор умерственный хорош, да, он хорош очень. Он показывает, насколько мы связаны близко к церкви. Вся гамма эмоций на кафедре есть. Это хорошее. Любовь к проповеди Евангелия, это второе. Сердце посвящено благовестию. Об этом говорил Спеджин. Если человек действительно чувствует в себе вдохновение Духа Святого, призывающий к проповеди, то он должен проповедовать во что бы то ни стало. И это внутреннее побуждение, как огонь в костях, все равно когда-нибудь вырвется наружу. Такому человеку могут препятствовать друзья, его могут критиковать враги, над ним могут глумиться насмешники, но если у него есть небесное призвание, он все равно будет проповедовать. И по-моему, попытка остановить такого человека, похоже на попытку остановить могущественный водопад с помощью детской чашечки для питья. Так, кто может воспрепятствовать человеку, если им движет само небо? Кто может помешать ему, если к его сердцу прикоснулся сам Бог? Ну, здесь в первую очередь Спеджин говорит, конечно, не просто о проповеди на кафедре, а вообще о свидетельстве, что если человек горит желанием свидетельства о Христе, его ничто не остановит. Он будет и на кафедре, и перед кафедрой, и дома, и по дороге, где угодно он будет свидетельствовать и говорить о Христе. Желание проповедовать. Мы вспоминаем Иеремию. Помните вот эти сильные слова? Иеремия сказала, было в сердце моем. Как бы горящий огонь, заключенный в кустях моих. И я истомился, удерживая, не мог. И помните, каким было мучение Иеремии? Он говорит, ему Бог дал такую тяжелую задачу обличать то, что мы говорили. Говорит, я не хочу говорить. А только открываю уста, начинаю говорить о насилии, о грехе. А Бог как заставляет, его мучает, обличай, обличай. Не хочу, обличай. И говорит, истомился, я не мог удержать этот огонь. Вот это была такая сила, желание проповедовать. Ты влек меня, Господи, он говорит, я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. То есть, вот это настоящий проповедник, такой хороший проповедник, он действительно отличается это дерзновением, этим желанием проповедовать, потому что у него есть что сказать. У него есть вечная весть, которая определяет во многом вечность людей, их спасение или их погибель. Поэтому он говорит силой, с любовью к людям и к проповеди Евангелия. Есть какие-то предложения, комментарии или примеры полезные? Вопрос. Есть ли у вас любимая тема или любимая проповедь ваша, не спержена, не греба? Трудно сказать. У меня в последнее время, я говорил, любимыми моими текстами была нагорная проповедь. Я вот сказал, может быть, 30 проповедей, где-то больше, может быть, по нагорной проповеди. 19-19, где-то под 40 примерно, да. Вот нагорная проповедь. Меня так очень сильно заинтересовало. Но любимые проповеди меня меняются. Вот у меня было время, у меня была любимая проповедью тема благодарности. Как-то у меня так на сердце легло я долго. Работал мысль, размышлял об этом, связанное с праздником жатвы, благодарности Богу. Вот она была в течение, может быть, года, моя любимая проповедь. Я ее даже в нескольких церквах говорил. Но потом как-то прошло время, вот какая-то другая. Потом я очень увлекся сильно псалмом 72-м. Вот в этих учебниках, кстати, по Гомилетике, которые есть в библиотеке, я дал там больше 20 экземпляров, и там в конце я, как пример, 4 проповеди разместил своих. Это проповеди по 72-му псалму. 72-й псалм, там 4 проповеди по 72-му псалму. Меня настолько увлек этот псалм, псалм Асафа, помните? Как благ Господь к чистым, к Израилю, а я едва не поскользнулись ноги мои, не пошатнулись стопы мои. И меня настолько увлек этот псалм, настолько стал об этом размышлять, думать. Думал, проповедь скажу одну. Когда начал писать, оказалось мало, две. Начал делать, четыре получилось проповеди по этому псалму. Настолько глубокий псалм. А можно было бы еще, наверное, больше говорить. Очень глубокий. Вот это одна из любимых тем. Такой был сильный. Так меня привлек этот текст. Вот 72-й псалм. Прочитайте. Это такая глубина. И потом я вошел во святилище и уразумел все. Конечно, уже проповеди, которые там опубликованы в этой книге, они уже немножко устарели. Можно было бы лучше сделать. Сейчас я смотрю. Но это я делал три года назад или четыре, даже больше. Поэтому сейчас уже другое. Но время от времени появляются особые какие-то тексты, которые с какой-то особой силой меня привлекают. Я думаю, так у каждого, наверное, есть. Или отдельные тексты, или серии целой проповедей. Вот сейчас я говорил, я сейчас размышляю о Давиде. Вот если Бог позволит, может быть, 15 проповедей, скажу 15 о Давиде. О его жизни настолько поучительная жизнь, настолько интересная.